Рост зарплат против роста цен. Кто кого в новом году? Чудесное спасение, невероятное везение и неподдельное мужество. Народные маршруты на грани закрытия. Что ждет махачалинские автобусы? Здравствуйте, это Мурад Ахмедов и итоги недели на канале ННТ. Зарплаты бюджетников вырастут в 2019 году. Они будут проиндексированы на 4,3%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. По словам чиновника, чтобы сохранить соотношение средней зарплаты с окладом учителей, врачей, научных и социальных работников, регионам выделят дополнительные средства. Однако министр заявил, что не может назвать конкретные размеры сроки повышения зарплаты, так как все зависит от ситуации в конкретном регионе. В свою очередь он добавил, что в этом году правительство ожидает более медленного роста реальной зарплаты россиян по сравнению с прошлым годом. Но если повышение зарплат пока еще в перспективе, то повышение цен на основные продукты питания не заставило себя долго ждать. Как сообщает аналитический центр при правительстве России, в связи с повышением НДС важнейшие продукты питания снова вырастут в цене на 10-15%. Это молоко, хлеб, яйца, мясо, сахар. Крупы и бобовые, овощи и фрукты, подсолнечное масло подорожают не более чем на 5%. При этом эксперты уверяют, что потребителям не стоит волноваться из-за повышения налога. На социально значимые товары сохранится льготная ставка. А рост стоимости потребительской корзины будет в основном зависеть от цены на бензин и урожайности. Дагестан получит средства из федерального бюджета на бесплатные лекарства для льготников, а также на лечебное питание для детей и инвалидов. Всего регионам России в 2019 году выделят более 31 миллиарда рублей на эти цели. Дагестан получит 260,5 миллионов. Стоит отметить, что республике Татарстан на эти же цели будет выделено более 1 миллиарда рублей. Вспышка острой кишечной инфекции произошла в селе Ленинаул Казбековского района. Там отравились более 60 человек. 15 из них, в том числе 11 детей, сразу же госпитализировали. Остальных отправили лечиться домой. Сейчас под наблюдением врачей остается 10 человек. Что стало поводом для массового отравления, еще предстоит выяснить в ходе экспертизы. По предварительной версии причиной могла стать грязная вода. Пока же администрация Казбековского района организовала подвоз чистой питьевой воды для местных жителей. Две тяжелых аварии произошли на этой неделе. В результате ДТП в Чечне погибли четверо дагестанцев. Авария произошла близ села Белгото и Шалинского района. На федеральной трассе столкнулись КамАЗ и Тойота Камри. Все погибшие пассажиры легкового автомобиля. Водитель Тойоты не справился с управлением. По предварительным данным это случилось из-за плохих погодных условий. Также тяжелое ДТП случилось в поселке Татрубий-Кала под Хасавюртом. Произошло столкновение пассажирской газели, легкового автомобиля Лада Приора и большегруза КамАЗ. В результате ЧП погибли водители и два пассажира легковушки. Кроме того, в больницу с различными травмами доставлены еще два человека. Не предвещавший ничего плохого отпуск в санатории обернулся для героя нашего следующего сюжета непредвиденной ситуации. Причем героем он стал в прямом смысле. Полицейский из Дагестана спас жительницу Железноводска, попавшую в руки преступника. Теперь майор Асланбеков представлен к ведомственной награде. Все подробности захватывающие истории со счастливым гонцом в следующем сюжете. Долгожданный отпуск в Железноводске майору полиции Хадису Асланбекову запомнится еще надолго. В один из ноябрьских вечеров Хадис по обыкновению прогуливался по городскому парку, когда услышал со стороны леса пронзительный женский крик, просящий о помощи. В тени Хадис увидел крупного мужчину, который душил свою жертву. Женщина почти обессилево сдавала хриплые звуки. Увидев Асланбекова, насильник закричал, что это его жена, и ему лучше уйти. Попросил встать, естественно, он не встал. Когда я его начал поднимать, он набросился кулаками, ногами, начал сопротивляться, оказывать физическое сопротивление. Хадис не растерялся и дал отпор. Тогда преступник начал делать вид, что достает оружие. Но сотрудника полиции не так легко было провести. Сбив мужчину с ног, майор заблокировал его и завязал руки его же поясным ремнем. Связанного насильника Асланбеков передал прибывшему на место наряду полиции. Ввода следственным отделом города Железноводска возбуждено уголовное дело в отношении находящегося в федеральном розыске неоднократно судимого уроженца и жителя города Кемерово. Уголовное дело возбуждено по факту разбойного нападения. В отношении данного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Очевидцем мужественного поступка Хадиса стала и Асиад. Она рассказала, что крики о помощи слышали многие. Но только Асланбеков поспешил на помощь. Там еще прохожие люди тоже бывали, поднимались на гору, но никто не пришел на помощь, кроме Хадиса. Такие поступки, такие героические поступки не должны оставаться без внимания, должны знать окружающие, также должны его достойно поблагодарить. Из-за этого все мы там, отдыхающие в санатории, собрали подписи и отправили письмо к президенту. Позже следствием было установлено, что у преступника был также сообщник, который скрылся с места происшествия. В настоящее время дело направлено в городской суд Железноводска, а майора полиции Хадиса Асланбекова ждет заслуженная награда. Карина Баталова, Дауд Гасанов, Целеканал ННТ. В Махачкалинском аэропорту появится новая взлетно-посадочная полоса. Подготовка к ее строительству начнется уже в этом году. Общая длина полосы превысит 3 километра. В свою очередь планируется также расширить перрон до 40 стоянок для самолетов, построить новую аварийно-спасательную станцию и обновить электрические сети. Добавим, что в конце года также будет введен в эксплуатацию новый терминал аэропорта для обеспечения международных перевозок. Все эти изменения будут реализованы в рамках второго этапа реконструкции воздушной гавани дагестанской столицы. Угроза манкротства и финансовый ступор. Автобусы Нефазы, или как называют их в народе метаны, возможно, скоро исчезнут с городских линий. Перспектива эта далеко не радостная для многих дагестанцев. Ведь Нефазы – это единственный в республике транспорт, перевозящий людей от Каспийской до Махачкалы и по пригородным маршрутам всего за 10 рублей. Почему народные маршруты оказались под угрозой закрытия, разбиралась по темат Ханапова. Более 30 этих больших вместительных автобусов в день стабильно перевозят около 35 тысяч пассажиров. Так называемые метаны соединяют Махачкалу с пятью пригородными поселками – Сулак, Шамхал, Шамхал-Термен, Богатыревка, Кривая Балка, а также городом Каспийск. Теперь для жителей этих населенных пунктов добраться до столицы всего за 10 рублей вмиг может стать фантастикой. Нам досталось очень плохое наследство, были очень большие долги, которые сдали бывшим руководством, и фактически предприятие было подано на банкротство. Вот сейчас процессы идут у нас в судах, мы всячески хотим доказывать, что предприятие может существовать. До банкротства предприятие довел бывший руководитель Шамиль Диберчуев. На данный момент на него заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Еще в 2017 году сотрудники ПАДП-2 жаловались на незаконные действия Диберчуева, обвиняли его в расхищении средств. Очень нужны эти автобусы для студентов, для школьников. Ну, например, школьников в день бывает 20, 30, 40, 50 человек их будет, этих школьников, на каждом автобусе. Даже мы у них проезд не берем, потому что нету у народа денег нету, платить даже 10 рублей нету. Мошенническая схема должна была разорить транспортную компанию. Прогорание грозило еще в прошлом году. Тогда автобусы начали продавать по мизерной цене в счет погашения долгов. Однако дело вмешался глава Дагестана Владимир Васильев и потребовал возвращения транспорта на баланс государства. Несмотря на это, финансовые проблемы сохранились и угроза банкротства преследует предприятие до сих пор. Автобусы «Метаны» – это единственный транспорт в Махачкале, который социально ориентирован. Здесь даже установлены специальные пандусы, которые открываются при необходимости. Отсутствие бюджетного социального транспорта действительно прежде всего ударит по простому населению, ведь в большинстве своем жители довольны метанами и даже предпочитают их другим средствам перевозки пассажиров. «Честно сказать, для населения будет чуть-чуть хуже, потому что, например, метан в Каспийск ездит за 10 рублей. Чем на маршрутке ехать, отдавать там 35 рублей. Хоть это мелочи, но все же не у всего населения сейчас работа есть, деньги есть». «Во-первых, дешевле, а во-вторых, там и сидеть можно, и держаться можно». «Более бюджетный вариант, будет плохо, если не будет, все-таки удобнее, так ездить на остановке и дешевле». «Для мамочек, кто с колясками, удобно очень. Можно, например, до Каспийска легко и просто доехать за 10 рублей. Поэтому, да, немножко медленно ездят, но, мне кажется, это не помеха, пускай и остаются. Это только удобно, мне кажется». «Я думаю, что это плохо, потому что малоимущие, наоборот, это очень удобно на этих автобусах ездить. А так, конечно, должен быть разнообразный транспорт. Не обязательно все зачищать и оставлять, значит, только одни маршрутки. Я думаю, все виды транспорта должны присутствовать». Ватимат Ханнапова, Салман Гитихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Озеленение столицы республики продолжается. Почти каждый день в рамках акции «Зеленые километры» на территории духовного центра имени пророка Исы, мир ему, приходят добровольцы, чтобы посадить деревья на месте будущего парка. В этот раз это сделали воспитанники образовательного учреждения «Ватан». Абдулла Алиев с подробностями. «Школа «Ватан» – это счастье! «Школа «Ватан» – это радость! «Школа «Ватан» – это знание! «Школа «Ватан» – это мы!» Вот так бодро, несмотря на холод, юные ученики «Школы «Ватан» вносят свой вклад в экологию республики. Работа не даст никому замерзнуть. Около 300 детей вместе с учителями и родителями решили поддержать акцию «Зеленые километры». Что дети участвуют в этой акции, у них формируется и любовь к родине, и любовь к окружающей среде, и к экологии. Дети, которые участвуют, сажают растения, они соприкасаются с землей, а значит, они никогда не будут разрушителями или потребителями, они будут творцами и созидателями. Поддержать ребят в их благом деле на место будущего парка прибыл руководитель департамента образования и науки муфтиата Мурат Шафиев. По его мнению, подобные акции приучают детей ценить природу и бережно к ней относиться. Отрадно, что в этой акции принимают участие как школьники, родители, преподавательский состав и администрация школы. И на наш взгляд, данная акция, она очень важна, поскольку подрастающему поколению важно прививать такие ценности, и такие примеры, они будут полезными в будущем их жизни. Ответим, что воспитанники образовательного учреждения «Ватан» – первые из учеников школ, отозвавшиеся на участие в акции. Несмотря на свой юный возраст, дети серьезно подошли к делу и ни на что не отвлекаясь, довели работу до конца. Мы, ученики школы «Ватан», сегодня пришли сюда принять участие в акции по посадке деревьев «Зеленые километры». И хотим объявить эстафету, то есть передать ее другим образовательным учреждениям нашего родимого Дагестана, любимого Дагестана. Строительство исламского духовного центра посетили на неделе известные спортсмены. Они ознакомились с масштабами возводимого объекта и были впечатлены увиденным. А чемпион мира по вольной борьбе Курамагамед Курамагамедов решил унести свой вклад в богоугодное дело, подарив центру собственный автомобиль марки «Мерседес», на котором он приехал. Гости также приняли участие в посадке деревьев на территории будущего парка, прилегающего к мечети. И это главное, чем запомнилась нам первая рабочая неделя Нового года. До встречи в следующее воскресенье. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!